Что предназначено тебе судьбой, никто другой не возьмет, но потрудиться все равно придется. Приветствую вас краснощеки и хомяки, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на самые невероятные бои и камбэки дерзкого, обезбашенного и отмороженного кикера-тяжеловеса по имени Бадр Харри с прозвищем Голден Бой, что значит Золотой Мальчик. Многим из вас наверняка знакомо это имя, ведь этот бешеный тигр был одним из лучших в своем деле, а бои с его участием всегда оказывались очень зрелищными. Бадр был двухкратным финалистом турнира K1 Grand Prix и является двукратным чемпионом организации It's Showtime. Он дрался с лучшими из лучших тяжеловесов по всему миру и завоевал сердца зрителей своими яркими выступлениями. Есть люди, которые учатся плавать, когда начинают тонуть, а Харри частенько начинал по-настоящему драться, когда оказывался в нокдауне, что было еще интереснее и драматичнее. А теперь посмотрим некоторые из его лучших боев. Жизнь – это непрерывный праздник, но не всегда твой. Так и случилось с Харри 31 декабря 2008 года, когда он впервые встретился в ринге с мощно-бицепсным Алистером Оверимом. Для Бадра это был четвертый бой за декабрь, поэтому ничего особого он не показал. А вот Оверим отправил его в нокаут прекрасным хуком в первом раунде. Но уже через годик, 5 декабря 2009 года, в полуфинале K1 Grand Prix, Бадр показал, что прошедший год он не просрал в кабаке, а пахал в зале. Реки пота недаром проливались на татами со специфическим запашком, который приходится терпеть на тренировках. Ведь долгожданная месть была быстрой, яркой и зрелищной. В первом же раунде Бадр сделал дело и пошел в кабак смело. Дурак тот, кто не может спрятать свою мудрость, а дурной боец тот, кто не может спрятать свою хитрость. Хотя иногда нужно показывать все и сразу, чтобы удивить и разбить. А кто всегда удивлял соперника в ринге, так это Хонг Манчой. Эта корейская Годзилла не только внушала страх и непонимание, что можно сделать с таким циклопом, но и заставляла хитрить, чтобы сделать хоть что-то. С этой непростой задачей Бадр столкнулся 27 сентября 2008 года, но не растерялся. В первом раунде он классно работал сериями, начиная с руки, заканчивая лоу-киком, что неслабо потрепало ляжку Годзиляки. Но у бойца жизнь всегда бьет ключом и частенько по голове, что и случилось во втором раунде, когда Чой, сам не понимая как, отправил Бадра в нокдаун. Но Голден Бой совсем не растерялся и не потерял запал, а наоборот включил вторую передачу и всаживал еще больше серий. Так прошел второй и третий раунд, после чего судьи объявили ничью и экстра раунд. Но избитый Хонг Манчой на него выходить не захотел, отдав победу Харри. Чем больше человек молчит, тем больше он начинает говорить разумно. А чем больше человек тренируется, тем больше он говорит состоянием тела и духа, а не словами. А Бадр тренировался много, особенно перед боем 16 мая 2009 года с действующим чемпионом Кейуан, огроменным Сэмми Шилтом. В этот вечер золотой мальчик был просто великолепен. Его напоры прессинг не оставили Сэмми ни единого шанса, несмотря на то, что этому лосю достаточно одного джеба, чтобы уложить противника. Но в этот вечер Бадр уложил Шилта, причем в первом же раунде. В жизни нам постоянно приходится выбирать, кому отдать свой безымянный палец, а кому показать средний. А вот бойцам выбирать не приходится. Побеждать нужно всех, с кем дерешься, особенно если это реванш. 5 декабря 2009 года Бадр Харри встретился со своим заклятым врагом Русланом Караевым. Почему заклятым? Потому что это уже была их третья встреча. В первой победил Караев, а во второй Харри. Поэтому сегодня мужики должны были решить, чей же кулак крепче или чья челюсть мягче. С первых секунд мужики устроили настоящий махач, который не увидишь даже на сельской дискотеке, когда приезжают городские. Но сегодня Бадр был точнее и дважды отправил Руслана на канвас, закончив бой в первом же раунде. Кто никогда не дает обещаний, тот их никогда не нарушает. А вот бойцы частенько обещают уничтожить друг друга, но удается это лишь одному из них. 28 января 2012 года на Бадра Харри в центре ринга смотрел настоящий монстр-крушитель Гохан Саки. Боец, который обладал феноменальными руками и мог бы побоксировать с самим Тайсоном. Но в этом бою золотой мальчик показал, что обладает апперкотом не хуже, чем у железяки, отправив Саки трижда в нокдауны в первом же раунде. Саки трижда в первом же раунде. В первом году хотел оспорить свое поражение лучшему кикеру в мире, Рик Коверхувену, который он потерпел три года назад из-за травмы в бою. Это был очень ожидаемый и громкий бой, который полностью оправдал все надежды. С первых секунд мужики, как два коршу надерущихся за сочного оленя, вцепились один в другого и обменивались мощными ударами. Пока в первом же раунде, в одном из эпизодов Бадру не удалось классно попасть, а Рико не присел на канвас. Но, конечно же, он встал и бой продолжил. Второй раунд прошел также в обменах, но Верхувен был лучше и жестче, пробивая отличные серии с акцентом на лоу-кики. В третьем раунде Харри нужно было отыгрываться, так как по очкам второй раунд он явно уступил. И он отыгрался отличным хайкиком, заставив чемпиона снова испытать канвас на мягкость. Несмотря на то, что Орел не охотится на мух, муха может ослепить орла. А Бадр, несмотря на то, что перед ним лучший из лучших, решил показать, что он тоже лучший, и крутанул вертуху с фатальным результатом. Вот только фатальный он был для самого Харри. Травма ноги и невозможность продолжать бой стали настоящим шоком для фанов и каким-то проклятием для Бадра, который второй бой проиграл Верхувену по какой-то нелепой глупости. Кто знает, но делает вид незнающего, тот всегда будет на высоте, а тот, кто не знает, но делает вид знающего, тот больной. А Харри и знает, и делает свое дело отлично, но не всегда успешно. 4 сентября 2021 года золотому мальчику предстояло сразиться с польским перспективным тяжем Аркадиушем Вржозеком. С начала боя Бадр полностью захватил инициативу своими мощными ударами и гонял поляка по рингу, как мастер спорта новичка на тренировке, не давая выйти из глухой защиты. В конце первого же раунда Аркадиуш дважды побывал в нокдауне, а в начале второго повторил свой подвиг. Но молчание не всегда согласие, а иногда и предвестник беды. То же случилось и в нашем бою. В очередной погоне за жертвой, которая даже не огрызалась, Харрис забыл про защиту, а поляк махнул клещней скорее наугад, чем прицельно. Но этого хватило, чтобы застать обидчика врасплох и отправить в нокаут. Этот удар был признан нокаутом года, а бой – трагедией года. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сколько продержались бы в ринге против Харри. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры создавал DimaTorzok